Очень важно также понять, что в целом, если человек позитивно настроен, то это значит, что он уже побеждает свою судьбу. Позитивный настрой это и есть вера в Бога. Вот если понять, что такое вера в Бога, вот ты веришь, что все будет хорошо, это уже значит, что ты с этой силой, с Божественной начал контактировать. Потому что есть в целом три типа веры. Есть вера в злые силы, означает, что тебя сглазили, испортили, ничего хорошего не будет в жизни. И так далее. Это вера в злые силы. Агрессивный человек такой, никого не любит, скептик такой, не чувствует, что счастье есть в жизни. Это вера в злые силы. У него осознанно или неосознанно в сердце сидит. Дальше есть вера в свои силы или в успех, или вера в себя, или это вера в бизнес, в деньги, возможность как-то развиться, заработать. Вера в злые силы делает человека депрессивным и агрессивным. Вера в себя изматывает его, он теряет силы. Человек, когда верит в себя, он постепенно, у него не хватает рабочего свободного времени, не хватает сил. Он с работы приходит, не может ласковое слово сказать, потому что он устал. Когда человек верит в себя, он себя изматывает для достижения своей цели. И что такое вера в Бога? Вера в Бога означает, что человек перестает быть замкнутой системой. То есть, он силы берет от природы, от добрых людей, от Бога. То есть, через него идет много энергии, начинается обмен. И он достигает всех твоих целей. Не то, что человек верит в Бога, значит, что он хочет жить без штанов. То есть, верить в Бога не мешает иметь специальность хорошую и успех в жизни. Одно другому не мешает. Просто есть высшая цель жизни, а есть менее высокие цели. Но если человек не верит в Бога, он попадет в стресс по-любому, потому что верить во что-то надо. И если человек верит, вот, допустим, женщина верит в ребенка. Результат? Она из него сосвет кровь. Ну, то есть, она из него тянет силы. Ну, допустим, человек попал в стресс, он сильно любит. И у него сердце разбито. Вот. Опять тот же Муслим Магомаев. Но уже другой Муслим Магомаев. Человек любит, да? Его бросили. Сердце разбито. Но он знает, что он не может в таком состоянии находиться, ему что-то надо делать. И он любит степь, любит природу. Он выскакивает из дома, бежит в сани, садится с лошадьми. Там другое, это как жажду средь мрачных равнин, тоже на лошадях, да? Вот тут другой вариант. Человек любит природу, он говорит, мрачные равнины, да? Средь мрачных равнин. То есть, природа ему силы не дает этому человеку. Он замкнут в себе. Он думает о себе. Он не может, как бы, посмотреть на природу. Как прекрасен этот мир, посмотри. Понимаете, он не смотрит. Но если человек любит природу, вот это очень важно знать. Понимаете, как человек избавляется от стресса? Вера в природу. Вера в добрых людей. Вера в Бога. Вера спасает человека. Понимаете, эта вера, это такое чувство, что тебе там поможет. И человек выскакивает, садится в сани, у него сердце разбито. По щеке слеза идет. А он чувствует, что все лучше, лучше жизни. Потому что он наполняется природой. Понимаете? И так человек побеждает свою судьбу. Это реально так происходит. Я на себе это испытал. Я молитвы читал, понимаете, для того, чтобы победить судьбу. Я как бы с людьми общался. Я лекции продолжал читать, но был в стрессе. Но когда я пошел на природу, с этого момента я сначала силы получил. Потом все начало у меня работать. И молитва, и все начало работать. Потому что я сначала прибежище у матери получил, у природы. Мне сразу стало легче. У меня пошли силы внутрь. Я начал спать, начал есть. И потом раз, раз, и все восстановилось. Потому что все остальное у меня было. Надо заставить себя жить. С помощью вот этой природы. То есть только голос говорит, только сердце летит. То есть заставить себя жить. Понимаете? Если ты этого не сделаешь, значит ты все сдох. То есть сердце на снегу, как бы у тебя все, это обломанная жизнь. Слега, слеза по щеке, то есть ты все потерял. Но все равно ты бежишь, идешь там на природу. И постепенно радость такая сильная, очень сердце заходит. И начинает становиться легче, легче, легче. Это в самый первый момент надо сделать, когда ты узнал, что твоя невеста, какой-то дурак зашел пьяный. Надо не в машину садиться там, на льду кататься, а на природу там, желать им счастья. Продолжение следует...